так всем добрый день краснодарский край сегодня тут задумал кое-что сделать вот так вот у меня выглядит плантация моя а вот тут я стою на куче это куча вообще было раньше вот тут где виноградник тут была полностью лесополоса я ее раскорчевывал вот видите вот куча лежит и подо мной вот и вот у меня здесь все заросло давно еще вот сегодня мы расчищаем участок примерно 20 метров на 10 то есть будет расчищена но вот отсюда вот от дерева и вот там вон там вон там и вот до трактора расчистим сегодня все том числе вот эту кучу уберем и будем тут что-нибудь высаживать потому что земля-то хорошо когда она далек далеко но она есть твоя но ездить на нее конечно сильно не наездить и дома есть дома все-таки ты вышел вот у тебя все под рукой и капельный полив всегда можно включить и все сделать ну я думаю многим наверно будет интересно можно ли из вот такого вот заросшего я не знаю что это место сделать грядки я вам докажу что это возможно загоняется трактор и вынаются все выкорчевывается все пеньки выравнивается полностью площадь потом культивируется запахивается и участок практически готов под посадку растений вот видите кто мне тут говорил что полоть сорняки вырастут вот где пропололи там их нету я не по воде между ряди там они конечно растут поэтому поэтому ребят не всегда нам помогают гербициды иногда приходится поработать и руками ну все как сделаем тут все я вам покажу что получилось сейчас покажу промежуточный как это происходит видите я тоже помогаю цепляет они падают вот видите кучку уже расчистили когда полностью все вычистить будет ровненько останется не только заехать мотоблоком вот видите какая куча выше меня вот грядки вот тут вот вот отсюда будет расчищен видите раз вот там будет граница пеньки тут такие мощные видите нормально кучка на сегодняшний день мой час так выглядит элегантная малинка попозже покажу что получилось уже темнеет скорее всего завтра так ну вот смотрите что получилось я вам показывал что тут было все заросшее вот освободили мы расчистили участок где-то 30 наверно да на 15 метров ну три сотки это нормально можно поставить тут раз балаган два три можно 4 балагана мне кажется даже поставить можно маточник сделать можно мариной засадить сейчас вот сегодня мороз минус 7 градусов был сейчас вот попробую как подтает зафрезеровать что за земля и потом уже решим что сюда высадить вот так вот ребят если захотеть можно и целину освоить в лесу и сделать нормальный участок так что не бойтесь трудности скорчеваете распахиваете и высаживаете все вам потом это окупится я вас уверяю в этом все всем кому было полезное видео не забудьте поставить палец вверх до новых встреч так очередной этап подготовки участка загнал трактор это он не берет по моему сейчас посмотрим все получится чуть-чуть все равно берет почему подпрыгивает земля подмерзшая еще видите колесами трактора утрамбовано хорошо мороз ночью где-то минус 7 минус 5 днем вот солнышко выглянуло вроде на солнышке оттаяло а тут тенек тут подмерзши эффект небольшой ну раз уже заехал значит что нибудь поковыряю ко мне идет всем добрый день вот сегодня 25 ноября и вот видите что что у нас получилось на месте где был темный лес вот такой раскорчевали все убрали вот он видите корешки тут земля мусор тут все что только не было кучу так сгребли она как типа живая изгородь меньше лазили там оттуда и у нас получился вот такой участок примерно до соток 25 тут метров да там это 15 вот это уже четыре с половиной там 20 на 20 там еще 4 ну вот 8 соток земли вышла дополнительно ну в конце хотел бы подвести итог и сказать что ребят не бойтесь как говорит наша народная пословица глаза боятся руки делают можно из-за любого участка земли сделать конфетку лакомый кусочек который на котором будет приятно работать который будет давать урожай будет давать доход в любом случае и что все в ваших руках дерзайте всем пока всем спасибо за просмотр кому не жалко вот так кому не понравилось вот так всем пока сегодня 25 ноября обрезали мы вчера закончили вернее сегодня уже закончили обрезку виноградника следующим этапом у нас идет уборка территории под виноградником вот много опавшей листвы собираем ее в пакеты в тачку и вывозим на мусорку дальше после того как убрали листву ну все ее убрать не получится конечно какую большую часть мы с участка вывезем после этого мотоблоком фрезеруем между ряде вот таким вот фрезеруем между ряде и будем укрывать виноград укрытие винограда я осуществляю просто землей прижимая лозы к земле пришпиливаю и затем с двух сторон насыпаем землю ну таким небольшим бугорком однолетние саженцы я укрываю пластиковыми бутылками с обрезанным дном и присыпаю эти бутылки тоже землей однолетние я уже укрыл вот так вот они выглядят это вот которые посажены были в этом году вот видите тут уже укрыто все тут уже до весны следующим этапом у нас будет наращивание еще одной проволоки наварили вот даже не одной а двух и одно будет наращиваться еще сюда выше одна проволока то есть получится вот как на этой шпанере сюда проволока будет и вверху еще будет одна проволока вот так вот ну чуть попозже покажу может кому интересно в принципе это элементарно с двух сторон лопатами один прижимает лозы а двое накидывает землю на прижатые к земле лозы все в следующем видео покажу как мы это делаем это в Продолжение следует...